В прошедшем году имена молодых ученых и исследователей из Далгоповского университета не раз звучали на всю страну. За последнее время условия учебы и работы в крупнейшем учебном учреждении Латгалии значительно улучшились. Были построены лаборатории, отремонтированы учебные корпуса, закуплено новое оборудование. Однако для открытий только современнейших микроскопов и уютных аудиторий недостаточно. То, что мы имеем сейчас, модернное оборудование, это большой плюс, и оно облегчает нашу работу. Оно делает ее более эффективной, более продуктивной и более быстрой иногда. Но нужно желание и нужно не лениться. Результат, к которому пришла докторанка Виктория Кириллова, удалось достичь благодаря кропотливой работе. Впервые в Латвии у мускулатуре рыжей лисицы был обнаружен паразит саркациста Арктика. До сих пор считалось, что данный паразит встречается только среди арктических лис. При сотрудничестве со специалистами из Вильнюсского центра исследования природы был проведен генетический анализ саркацисты. Считается, что люди не едят лис, но тем не менее мы еще не знаем, кто окончательный хозяин данного паразита. И нам следует это изучить, потому что, возможно, в каких-то цепях это затрагивает именно человека, либо животных, которыми питается человек. Открытие повлекло за собой много новых вопросов. Теперь ученым предстоит разгадать ребус, как этот вид паразита попал к рыжим лисам. Вообще паразитология довольно-таки актуальна, потому что много чего еще не изучено, что следует продолжать исследования. Я всегда призываю своих докторантов делать то, что запланировано, и еще немножко больше. Потому что в этом больше очень часто и скрываются те маленькие открытия и те маленькие достижения, на которых потом строится все исследование, и пишутся докторские, и происходят открытия для науки. Открытие докторантки программы «Биология» Даны Краснопольской удостоилась награды «Находка года». Эта переходящая награда вручается на протяжении 12 лет среди биологов за значимые находки во флоре Латвии. И за все это время женщины-биологи только трижды становились обладателями почетной награды. Теперь среди них и Дана. Девушке удалось обнаружить в окрестностях Даугупилса исчезающее растение, носящее название «Ленец беспрецвестничковый». Я участвовала в кортировании биотопов, в изучении среды окрестностей Мэдумы. И совершенно случайно весной наткнулась на это растение. Это была, конечно, очень приятная такая неожиданность. Да, мне кажется, каждый биолог очень хочет найти что-нибудь новое. Но, как в моем случае, было это не новое растение, а это очень редкое для Латвии растение. Растение включено в Красную книгу Латвии. До обнаружения в Мэдуме было известно только пять мест, где произрастал ленец. Стоит отметить, что вручение награды Даугупским биологам – нередкое явление. Неоднократно обладателем награды становился доцент университета Петрис Эвардс Бундерс. Может показаться, что подобные открытия важны только для биологов. Однако и жители не остаются в стороне. Люди начинают тоже смотреть, что у них вокруг находится. Люди помогают нам, люди звонят, говорят, например, у меня на территории растет такое-то растение. В Красную книгу Латвии включены 319 растений. Это редкие и вымирающие растения, а также те, которые не встречались на территории нашей страны последние 50 лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!